В Твери стартовала декларационная кампания 2020. Тверичане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году до 30 апреля. Какие категории должны это сделать и об особенностях декларационной кампании этого года, узнала наш корреспондент Ирина Синягина. Все подробности прямо сейчас. С 2020 года действует новая форма налоговой декларации 3НДФЛ. Удобнее всего заполнить ее с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России онлайн. Представить декларацию обязаны граждане, которые в 2019 году продали, к примеру, квартиру, находящуюся в собственности меньше минимального срока владения, получили подарки не от близких родственников, выигрыши, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. И не только. Прежде всего мы принимаем декларации, ждем декларации от индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, которые занимаются частной практикой. Навыла декларационной кампании этого года о получении налогового социального высчета по расходам на покупку лекарств. Теперь он будет предоставляться на все виды лекарств, которые назначил врач. Раньше для получения вычета лекарства должно было входить в определенный перечень, который утвержден постановлением правительства. С этого года, если гражданин покупал лекарства, и у него есть рецепт определенной формы, он может включить в декларацию и указать расходы. Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года, но он не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. А заплатить налог следует до 15 июля. За просрочку с подачи декларации будут начислены пени. Отметим, что уже в следующем году налоговики смогут самостоятельно исчислить налог на доходы физических лиц, если сам налогоплательщик не предоставил декларацию при продаже недвижимости.